Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас новинки декоративной косметики Фаберлик 14-го каталога и 13-го каталога. В общем, много интересного. Давайте тестировать. Сделала привычный уход, тон наносить не хочу. Хочу просто местами нанести консилер Нео Серу. Новинка следующего каталога. У меня в оттеночке 6714. Такой светлый бежевый, без розовинки. Я во все свотчи обязательно при естественном освещении продублирую. Так, что будем делать? Сейчас, где у меня есть краснота, и под глазками немножечко мы его с вами применим. Здесь достаточно удобная такая кисточка, плоская. Наносить удобно, где пигментные пятна есть. Он достаточно светлый. Но роль консилера как бы она и есть. Высветлять участки, которые необходимы. И вскрывать несовершенство кожи. Красота страшной силы. Вот один раз макнула, да, и смотрите, сколько продукта выходит. Так, давайте тушевать. Я взяла вот такой вот спонж. Это от Кушона. Кушона за зуб. Мне он нравится. Прямо нравится. Спонж с ручкой. Вообще нравится. Так, смотрите, неплохо. Вот как-то сразу прям так неплохо. Угу. Пока никуда не запал. Вот высветлил, и даже практически границ не видно. Угу. Верхний век еще немножко сейчас, как подложечку слегка. Класс. Очень хорошо тушуется. Так, нос. Тоже в поры не запал. Слушайте, ну вот именно таким способом нанесения, потому что способ нанесения здесь тоже играет роль. Одним способом может продукт западать в поры, другим нет. Это я уже убедилась. На личном. Слушайте, обалденно. Мне нравится. Пока. Так. Слушайте, мне нравится. Прямо вот здорово. То есть, смотрите, высветлил, где нам нужно. Границ не видно. Я чуть-чуть вот тут вижу надбой. Потому что он уже тут начал, девчонки, застывать. Так, перекрывающая способность. Перекрывающая способность. Сейчас на прыщики мы с вами проверим. Так. Вот он прыщик. Вам его не видно уже. В общем, он вот. Вот он. Вот он. Сейчас я его пока вижу. То есть, уже не вижу красноты. Вот видите, все равно его видно даже вам. Издалека. Наносим. Пальчиком. Прибьем. Посмотрим. Ну, не могу сказать, допустим, что как концентрированный тональный крем. Новинку, которую я вам в прошлый раз показывала. Средняя. Средняя перекрывающая способность. Средняя плотность. Хорошо подстраивается. Хорошо тушуется. В общем, пока мне нравится. Самый удачный консилер, наверное, Фаберлик. Прям вот золотая середина. Бьюти Лап он жидкий. Второй вот этот. В Глантим. Он очень густой. И его видно. Он даже тяжело тушуется. Его видно. Он очень густой. А вот этот прям золотая серединка. Вот могу смело рекомендовать. Прям понравился. Прям понравился. Вообще классный. Так, что мы будем делать с вами дальше. Дальше. Дальше я сейчас накрашу глазки тени. И вернусь к вам. Мы будем с вами пробовать подводку. Потому что у меня уже руки вот именно по ней прям чешутся. Она такая крутая. Тени на месте. Еще захотела в уголок глаза добавить именно консилер. Потому что вот эти вот темные места, они выдают наш возраст и усталость глаз. В общем, когда они высветлены, взгляд смотрится более свежим. Вот готово. Так, я просто прям тени. Однотонные, без всяких там блестюшек. Потому что хочу вот именно подводочку подробно посмотреть. Подводка выходит в нескольких оттенках. У меня тон 55622. Невероятно крутецкий. Уже я вам показывала в обзоре заказа. Такой цвет я еще никогда не встречала. Это просто какая-то бомба, девочки. Тогда как он называется? Сами посмотрите. Артикул я вам сказала. Подводим. Я вообще не очень люблю яркие подводки. Они как-то сразу возраста придают. А вот когда коричневая там или вот такая, я думаю, это будет вообще круто. Так. Я прям всю межресничку сначала прокрашиваю. С выводом стрелочки небольшой. Небольшой. Мазонёшь вот так и получается широченная. Что-то тут на кончике какой-то кончик. Я не пойму. Замятый. Вот кончик немножко, девчонки, замятый вот отпечатывается пока. Такое ощущение, что не предусмотрели и сделали кисть длиннее, чем тюбик. Ну-ка сейчас замерим. Сейчас глаз докрашу. Вообще цвет офигенский, девчонки. Вот других слов куда брать не могу. Прямо вот шикардос. Я всё при естественном освещении, как на глазках смотрится, тоже покажу. Сейчас даём ей застыть. И второй глаз. Смотрите. Да вроде нет. Слушайте, не длиннее флакона. Но может там что-то на дне есть? Но вот почему-то кончик подводки, он очень распушёный. Как будто при закрытии он куда-то упирается. Вот я его сейчас, когда накрашусь, я его немножко подстригу. Чуть-чуть прям подстригу, потому что вот что-то тут не то. Вот нашла косяк в подводке, да? Кто ищет, тот всегда найдёт. Так, второй глаз. Вчера на руке я вообще очень хорошо плотненько сидела, не стиралась, не смазать, ничего. Прямо застывает. Я уже говорила вам, что вот по качеству очень похож на жидкие тени Фаберлик. То есть здесь есть такой лёгкий блеск, равномерный. Как в жидких тенях, но не такой насыщенный, конечно, как в тенях. Но вот я имею в виду текстуру блёсток, блеска. Она похожа на жидкие матовые. Ой, какие матовые? Они у нас не матовые. Так. Пауэрбэнк разрешается в самый неподходящий момент. Слушайте, уже практически всё застыло, и она классная. Она придаёт глубины взгляду, как бы, да? Ну, у меня же ресничку, кто как стрелочки любит рисовать, но в то же время не сильно яркая, не акцентная. Вот по цвету вообще это какой-то дикий восток. Так, я сейчас что делаю? Сейчас реснички накрашу, и у нас с вами ещё помада. Готово. Так, теперь у нас с вами помада. Новая жидкая матовая помада Мусс в артикуле 409-69. Тоже не совпадает с каталогом, девчонки, вообще практически ни грамма. Вот. Ну, более-менее вот этот цвет. Мне он нравится, насыпленный, всё супер. Но не совпадает с каталогом, так что ищите свой отчет. Тестируем на губах. Так. Мне хотелось нету оттенка. Слушайте, вот очень похож на цвет моего татуажа. Прямо вот эта помадка. Она как-то на свочи мне вчера при искусственном освещении выглядела лиловой. Но на губах нет, она не выглядит лиловой. Она не лиловая, не красная, не рыжая, не персиковая. Она вот действительно нюдовая, но как-то слишком высоко пигментирована для нюдового оттенка, вот на мой взгляд. Ярковато. Хотелось нюда. Хотелось именно нюда. Сама помада, она классная, книга вообще никаких нареканий нет. Но то, что вот не совпадает с каталогом, это косяк. Вот этот оттенок, он очень универсальный. Он изумительно подойдет девочкам с голубыми, синими, зелеными глазками, вообще с любыми. Заметли, у меня с этой помадой вообще глаза сталь какие-то темные. Макияж, кстати, может как подчеркнуть, так и заглашить, естественно, природную красоту и глазок. И всего чего угодно. Так, ну как-то так. В целом оттеночек очень красивый, носибельный. Сейчас вам камера его передает неправильно, сейчас пойдем на естественное освещение. Красивый, носибельный, но не нюд. Нет, это достаточно яркий. Но в то же время и на повседневочку тоже подойдет. В целом мне все нравится. Пойдемте смотреть сводча. Сначала смотрите, что я вам говорила про подводку. Видите на кончике? Он какой-то распушенный. Вот я сейчас его постригу ножницами и покажу, что получилось. Кто заказывает такую подводку, будет обязательно. Потом отпишите, у вас тоже распушенные приходят такие. Все, вытерла ее, постригла. Теперь вот она ровненькая, тоненькая, хорошенькая. Все отлично. Сводч при естественном освещении камера вам передает правильно. Консилер, помадка, подводка. Такой красивый оттеночек. Играет еще, переливается. И тоненькую линию хорошо теперь рисовать. Что-то какой-то изначально был косяк. Но тем не менее и он мне не помешал нарисовать красивые стрелки. Очень красивый цвет подводки. Вообще супер. Макияж при естественном освещении. Опять камера неверно передает вам помаду, но ее почему-то делает ярче. Поэтому ориентируйтесь лучше на сводч. Подводочка. Консилер вообще незаметный. Вот незаметный. Просто даже приглядывалась в зеркало, незаметный. Можно, можно, конечно. Вот, так что класс. Мне все нравится. Супер. Ну и на этом все, мои хорошие. По консилеру классно, супер. Даже, мне кажется, немножко блюрит. Вот в коже, где консилер притрагиваешься, она прям какая-то мягенькая. Подводка вообще от вал башки. Но и помада тоже имеет место быть. По качеству она изумительная. Оттеночек тоже вполне себе красивый. Все понравилось. Ссылка для регистрации, как всегда, под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.